Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, мой маленький ассистент Мася, которая хочет во всем участвовать. И сегодня мы с вами говорим о превращении вина в уксус. Как это происходит, когда это происходит, как этого избежать, и какие мифы бывают связаны вот с этим самым превращением. Итак, миф номер один. Если вино кислое, значит оно обязательно превратится в уксус. Это самое большое заблуждение, потому что как раз таки все наоборот. Чем кислее сусло, чем кислее вино, тем уксусным бактериям, а именно они отвечают за это самое превращение, жить там все хуже и хуже. И при определенной кислотности вот этого самого вина, либо сусло, либо вообще окружающей среды, они размножаться и жить не могут вообще. Так что чем кислее вино, тем оно, да, с одной стороны невкусно для нас, но оно точно так же невкусно и для других всяческих неблагоприятных организмов. Миф номер два. Любое вино в конце своей жизни превращается в уксус. Особенно это касается домашних вин, то есть вот такой на них висит ярлык, что все домашние вина рано или поздно станут уксусом. Нет, нет, еще раз нет. Для того, чтобы вино превратилось в уксус, надо еще очень сильно постараться. Миф номер три. Если добавлять сахар в вино, то в уксус оно не превратится. Ну, тоже на самом деле величайшая глупость, потому что сахар тут вообще ни при чем. Но если мы только не создаем среду сахарного сиропа и не вбухиваем его килограммами, ну так это получится опять же не вино, а сахарный сироп. Поэтому сахар к уксусному скисанию отношения не имеет вообще никакого. Более того, я много раз говорила, что сухие вина хранятся гораздо легче. Если в винах есть остаточный сахар, то найдутся там те микроорганизмы, если только у нас вино нестерильное, которые этот сахар захотят съесть и с не очень благоприятными для нас последствиями. Поэтому сахар особенно к уксусу вообще не имеет никакого отношения. Следующий миф, хотя частично это и правда, что уксусное скисание вызывает контакт с кислородом. Да, это действительно так, но контакт этот должен быть долгий. От того, что вы откроете бутыль своего вина и посмотрите, либо понюхаете, что там, если вы оставите его открытым даже, например, на полчаса, ничего с вашим вином абсолютно не произойдет. Не надо этого бояться. Потому что в виноделии тоже есть две крайности. Я боюсь его трогать, оно превратится в уксус. И вторая крайность, это надо бесконечно вино переливать, потому что оно прогоркнет от осадка. И там чуть ли не каждую неделю его переливают. Ну и понимаете, что эти две вещи, они в принципе друг другу противоречат. Ну, про осадок мы будем говорить как-нибудь отдельно. Но краткий контакт с кислородом, контакт с кислородом при переливках, даже если мы ее делаем открытую, то есть из горлышка в горлышко, даже если мы переливаем шлангом и не опускаем шланг внутрь в жидкость, а начинаем разливать по всей емкости, и казалось бы, контакт с кислородом большой. Нет, от одной такой переливки, от двух, вино в уксус не перейдет. Ну, а теперь поговорим о том, когда же вино может превратиться в уксус, что этому способствует, и поговорим о самих уксусно-кислых бактериях. Кстати, забыла еще один миф. Это помним мушки дрозофилы или уксусные мушки, что если хоть одна мушка сядет на ваше сусло, на ваш виноград, все сразу скиснет. Это тоже большой и большой миф. Емьте самые мушки, пока у вас виноград висит на лозах, могут садиться на него множество-множество раз, но это абсолютно не значит, что ваше сусло в будущее вино может закиснуть. Так вот, когда проводили исследование, то на винограде находили уксусные бактерии в половине случаев. В бродящем сусле их находили в 30% случаев. Это исследование промышленное. То есть, бродящее сусло там уже было сульфитировано. И все равно в 30% случаев там были обнаружены уксусно-кислые бактерии. При этом наличие уксусно-кислых бактерий в вине, в сусле, абсолютно не означает то, что это сусло, либо вино превратится в уксус. Для вот этих самых бактерий еще надо создать благоприятные условия, чтобы они начали развиваться, и только тогда пойдет это самое превращение. Просто наличие не означает абсолютно ничего. Итак, что же нужно этим самым уксусным бактериям для того, чтобы они начали свое развитие? Нужно несколько факторов. Первое – это доступ кислорода. Причем доступ кислорода не кратковременный, а достаточно длительный. Если мы хотим сделать уксус специально, то нам надо выливать вино в емкость с максимально широким горлом. Площадь поверхности, площадь контакта с кислородом, она должна быть большой. Либо, если площадь маленькая, то время контакта должно быть длительное. Например, у нас плохо закрыта бутыль, либо вообще там пробка слетела, перчатка слетела, неважно. И это стоит некоторое время, ни час, ни два. То есть там это может быть несколько дней, а может быть даже и не дней. И только тогда, при таком большом контакте с кислородом, может начаться уксусное скисание. Дальше температура. В прохладной температуре им неинтересно жить. Им надо температура в районе 20, а то и 30 градусов. Например, при 28 градусах образование уксусной кислоты идет в 2 раза быстрее, чем при 23. То есть понимаете разницу? Конечно, уже когда идут сильно высокие температуры, при 50 градусах уксусные бактерии гибнут. Но если у вас прохладно, если у вас температура, например, около 20 или ниже, 18-17, а когда мы выставляем, например, на хранение в подвал, у нас там 12-14 может быть, то достаточно сложно, надо очень какие-то хорошие условия и очень мощные уксусные бактерии, чтобы они начали там размножаться. То есть кислород, тепло. Третий фактор – это спирт. Хотя точных данных, при каком уровне спирта вероятность выше уксусного скисания, при каком ниже, нет. Но чем более высокоспиртуозное вино, тем меньше шансов у него превратиться в уксус. Ну и, соответственно, если спирт достаточно низкий, то уксусным бактериям там будет размножаться проще. Но, повторюсь, точных данных нет. И бывает так, что даже низкоспиртуозное вино в уксус не переходит. Ну, потому что есть еще другие факторы, которые влияют на этот процесс. Следующий фактор – это кислотность. Я уже упоминала о нем в мифах. Значит, чем кислотность выше, тем шансов меньше. Чем pH-фактор ниже, тем шансов меньше. Так, например, при pH равном 3,0 вино практически никогда не превращается в уксус. При pH-факторе 3,1 уксусные бактерии размножаются крайне-крайне медленно. Причем мы помним, что им же еще какие-то факторы нужны. Да, уже при pH-3,2 развитие происходит так же быстро, как и при 3,8. А теперь вернемся к тому, о чему я говорила вначале. Почему я коснулась вот этих мифов. Самый распространенный рецепт домашнего вина – это добавь воды, добавь сахара. Помните, я говорила, да, что существует такой миф, что домашнее вино, как правило, превращается в уксус и заканчивается свою жизнь уксусом. Так вот, вот именно этот рецепт «Добавь воды, добавь сахара» очень этому способствует. Потому что водой мы что делаем? Мы разбавляем кислотность, и, соответственно, наше вино, наше сусло становится менее защищенным. А при этом, что мы сахар сыпем бездомно, где-то у нас все это брожение останавливается, спирт не очень высокий, но, в общем-то, и приходим к тому, что получаем уксус. Хотя уксус тоже неплохой продукт, и не стоит сразу же его выливать. Уксус очень хорошо использовать в кулинарии при мариновании мяса, можно там салаты заправлять и так далее. А теперь поговорим о том, как же все это происходит. Когда все факторы складываются, возникают благоприятные условия для уксусных бактерий, они начинают активно размножаться и начинают образовывать на поверхности вина пленку. Пленка бывает трех типов. Бывает очень-очень тоненькая, практически прозрачная, немножечко, может быть, с перламутровым отливом, и потом эта пленка начинает подниматься по стенкам емкости. Это достаточно легко заметить. Вторая пленка бывает более плотная, более серая, она уже не поднимается, и она не смачивается. При этом, если мы что-то опускаем внутрь, то пленка не цепляется на предметы. И третий вид уксусной пленки, она будет очень плотная, очень такая твердая, может вырастать до нескольких сантиметров. Ну, честно говоря, я не видела, но я так подозреваю, что нечто похожее на чайный гриб, и потом она опускается на дно. Вот это вот три вида. Первый развивается очень быстро и дает больше всего уксусной кислоты. Последующие два развиваются медленнее, и уксусной кислоты там образуется меньше в единицу времени. И все это сопровождается резким запахом уксусной кислоты. То есть опознать это достаточно легко. Если вы увидели два фактора, увидели пленку, почувствовали запах, значит, скисание пошло. Насколько сильно, ну, пробуйте, пробуйте, смотрите, насколько это вот только первые этапы, потому что пленки развиваются очень быстро. Либо там уже все в уксус превратилось. Но если все в уксус превратилось, спасти мы уже не можем ничего. Поэтому пусть будет уксус. Если еще все такое на достаточно легком уровне, значит, еще можно что-то сделать. Да, кстати, если пошел только запах, дело в том, что образование уксусной кислоты может происходить не только при уксусном скисании. Поэтому, если вы чувствуете такой легенький запах уксуса, налейте вино в бокал и дайте ему постоять. Желательно максимально широкий. Полчаса, час, можно полтора. Если вот это ушло, значит, все в порядке, и вам ни о чем волноваться не нужно. Если запах остался, а то еще усилился, значит, есть проблемы, значит, уже пошло уксусное скисание. Что мы можем делать? Пастеризовать наше вино при температуре 60-62 градусов в течение нескольких минут. Этого будет достаточно. Видео про пастеризацию я вам оставлю. Существует такая рекомендация, я не знаю, никогда не пробовала, потому что не сталкивалась, что царапающий вот этот вкус можно несколько убрать активированным углем. Дозировка 50-100 грамм на 100 литров. Но, повторюсь, я никогда не пробовала эти рекомендации. Я нашла в одном из учебников по винодели. Ну, можете попробовать, если вы вдруг с этим столкнулись. Еще это тоже промышленная рекомендация, перебродить еще раз это вино на виноградных выжимках. Ну, мы можем это сделать, например, когда у нас несколько партий, еще что-то бродит. В таком случае, возможно, конечно, если у нас там было 10 литров вина, то перебраживать нам уже, собственно говоря, и не на чем. Тоже это все из учебников. Не советы из интернета, но, повторюсь, у меня таких случаев не было. Воспользоваться мне этими рекомендациями не удалось. И еще хересные дрожжи, они также убирают уксусную кислоту. И поэтому в промышленности иногда используют хересные дрожжи. Вину пастеризуют. После этого доводят спиртуозность до 14-14,5 градусов. Это такой хороший уровень спирта для хересных дрожжей. И запускают чистую культуру этих самых дрожжей. Купить их можно в магазинах. Мне кажется, что сейчас в специализированных есть абсолютно все. Тоже можно попробовать. Ну, получите что-то вроде хереса, но, по крайней мере, не уксус. Если у вас, например, большая партия начинает портиться, ну, мне кажется, попробовать есть смысл. Хуже вы точно не сделаете. Ну, и, конечно, всегда проще что-то предотвратить, чем потом лечить. То есть проще предотвратить уксусное эскисание, чем в дальнейшем думать, как это вино исправлять. И для предотвращения, помните, что в 50% случаев уксусные бактерии присутствуют. Но гораздо больше их присутствует на гнилом винограде. Поэтому, когда мы только начинаем делать вино, мы выбираем для себя лучшие ягоды. Не жалеем, все гнилое выбрасываем. И лучше мы потратим время на перебор, чем потом будем думать, как чего исправлять. Дальше. Аккуратно с водой. Не надо разбавлять. Я даже недавно на каком-то винном форуме нашла рецепт на килограмм винограда 5 литров воды. Ну, это вообще... Ну, это даже не вино. Я даже не знаю, как это назвать. То есть, с водой, если вдруг мы ее добавляем, добавляем очень аккуратно. Помним, что разбавление кислоты будет способствовать образованию этих самых уксусных бактерий. Ну, и дальше теплой кислород. Если у вас сохранится в прохладном месте, если у вас нормально закрытые банки, мы периодически ходим, их проверяем, да, то все будет нормально, и ваше вино прекрасно сохранится. Ну, помню, что даже при наличии всех факторов вино в уксус переходит далеко не всегда. Несколько раз я оставляла свои бутылки, недопитые буквально вот столько оставалось, там пару сантиметров в бутылке. Уезжала на лето, было тепло, был доступ к кислороду, понимаем, сколько там в бутылке. И когда я возвращалась, да, оно могло горчить, потому что оно окислилось, но оно не превращалось в уксус. При этом вино было не пастеризованное абсолютно. То есть, ну, далеко не всегда не все превращается в уксус. Факторы я вам назвала, как этого избежать вам назвала, ну, и, конечно, желаю, чтобы вы с этим не сталкивались, а с уксусом вы сталкивались только тогда, когда вы сами захотите его получить. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мой контакт. До новых встреч!